Свежесть товаров, их качество, транспортировка и хранение, санкнижки сотрудников и работа с кассовым аппаратом. С 23 апреля Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки. Кстати, расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки. Теперь в него включено и нарушение маркировки товаров. Поправками предусмотрено, что контрольная закупка проводится без предварительного уведомления о проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В случае выявления нарушений обязательных требований, информация о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юрлица или ИП незамедлительно после ее завершения. Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки не выявлены, проведение внеплановой проверки по тому же основанию не допускается. В Трудовом кодексе России могут закрепить внесудебный порядок взыскания зарплаты. Минтруд страны разработал проект поправок. Его планируют прописать в новой статье. Она предусматривает возможность принятия решения о принудительном исполнении в случае невыполнения работодателем срок предписания инспектора об устранении нарушений по выплате заработной платы. Такое решение является исполнительным документом и направляется в ФССП России. Копия решения в течение трех рабочих дней направляется работодателю, который вправе в 10-дневный срок с момента получения обжаловать его в суд. Правительство внесло в Госдуму и законопроекты, касающиеся самозанятых граждан, задача урегулировать вопросы их деятельности до определения правового статуса. Планируется уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах физлиц, не являющихся ИП и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физическому лицу для личных, домашних или других подобных нужд в указанном качестве. В частности, предполагается, что при постановке на налоговый учет или снятии с учета самозанятых физлиц будет выдаваться уведомление налогового органа о постановке на учет. Присмотр и уход за детьми, больными и престарелыми лицами, репетиторство, уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. До конца 2019 года планируется продлить налоговые каникулы. А значит, определенные категории самозанятых граждан по-прежнему освобождены от НДФЛ и страховых взносов.